В данный момент на канале проходит новогодний розыгрыш, ссылка на который находится в описании под видео. Добро пожаловать, ребята, на 15 этап Формулы-1 на Грам-при Сингапура. Последняя трасса городского типа в календаре, но при этом не самая простая трасса, чуть полегче, чем Монако, и тут побольше места для обгонов есть. Но все-таки городская трасса, значит она будет медленная. Плюс это самый длинный этап в календаре Формулы-1, поскольку здесь у нас 31 круг, и каждый круг проходится примерно за минуту 40, минуту 38, в лучшем случае. Это вот прямо если постараться. Квалификация у меня закончилась очень быстро, почему? Потому что я решил то, что... А почему бы не стартовать с последнего места, взяв себе новые элементы прямо до конца сезона? Да, даже вот те элементы, которые у меня до этого стояли, они там были в самой изношенной ДВС 30%, ну, как бы окей. Почему бы не поставить себе такой эстакий челлендж с 20-го места на первое, пытаться приехать. Плюс данный этап этому благоволит тем, что здесь стратегия у меня будет в один пистоп, так как я могу выбирать себе резину. А у лидеров она будет, скорее всего, в два пистопа, если только они не прошли со второго сегмента на медиуме, но никто не проходил. Старта решетка у нас. Первый Пьер Гасли, второй Льюис Хэмилтон, третий Вальтери Бозус, четвертый Макс Верстаппин, пятый Карл Сайенс, шестой Ландо Норрис, неплохая квалификация для Макларена, седьмой Шау Эклер, восьмой Даниэль Рикьярдо, девятый Антонио Дженнадзе и десятый Александр Албон. Ну ладно, отличная симуляция игры, так сказать, потому что две Торосы, которые должны были бороться за первые места на квалификации вместе с Гасли, они стартуют в конце первой десятки. Ну, как бы, окей, такая симуляция офигенная. Что же касается стратегии, как я говорил, у нас будет один пистоп, но мне предложили стартовать изначально на харде. Я подумал, что это будет такой себе вариант, и надо стартовать наоборот на медиуме, поскольку с самого начала я хочу прорваться как можно дальше, и уже потом на своем харде доезжать до финиша. Ну и, соответственно, бороться за первую позицию, поскольку, скорее всего, лидеры меня успеют к этому моменту догнать. И Гасли на красной линии, я срываюсь с места, передо мной два Велимса, которые стартуют на харде. Первого из них, Рассел, я спокойно еще обгоняю до первого поворота, с кубицей поравнялся я перед выходом в первый поворот, и по итогу потихоньку-потихоньку его прохожу, и сразу же я смог поравняться с Маллимсоном, но на повороте он смог вырваться вперед, и по итогу за 70 место мне еще придется побороться чуть позже. Ну, а теперь посмотрим повтор старта с ТВ-камеры, именно как стартовали у нас лидеры, в частности, Пьер Гасли, ведь позади него два Мерседеса, но конкурировать в данный момент с нами они не могут. И да, Льюис попытался опередить Гасли, по крайней мере он смог поравняться в первом повороте, но потом Гасли очень хорошо вышел, и уже Вальтери начал прессовать Льюиса, и тем самым без проблем Гасли начинает отрываться, и Мерседеса, соответственно, начинает потихоньку сдерживать позади себя пилотон. Пилотон. Вальтери смог разобраться с Льюисом до еще конца прямой, и тем самым выходит на вторую позицию. У меня же разборки с Магдусом затянулись, я думал, что с Богом перейдет на прямой, но у меня это не получилось, потом уже второй сектор начинается у нас, в котором очень узкие повороты, особенно секция в узких поворотах, но перед ними я успеваю обойти Магдусом на торможении, и теперь передо мной был Грожан, которого надо было также очень быстро обойти, чтобы не терять за ним время. Кстати, по поводу Хаса, во время тренировочных заездов, как обычно, у меня было интервью с Клэр, в котором самый интересный был вопрос, что якобы я хочу перейти в Хас, это просто меня убило, потому что команда на днище, почти где и Вильямс, и они думают, что я к ним перейду, ну, окей, удачи вам, ребята, в этом, боюсь, не потянете мой контракт. Ладно, с Грожаном у нас продолжается борьба, я его всячески пытаюсь уберегить, но третий сектор, он узкий, в нем очень сложно опережать, и единственная возможность, это последние два поворота. И я очень неплохо выхожу из предпоследнего поворота, потом секции двойного левого поворота, которые я без проблем прохожу Грожана. После этого впереди меня был Райканен и Хюркенберг, причем Хюркенберг, как и Вильямса, стартовали на харде, из-за чего Хюркенберг начинал неплохо так проигрывать позиции. Они начинают между собой борьбу, я в эту борьбу в восьмом повороте также ввязываюсь, мы начинаем ходить втроем в поворот, но по итогу Хюркенберг проигрывает две позиции, Райканен выигрывает позицию, потому что они к Хюркенбергу, и я начинаю уже гнаться за Кимми, и я его догоняю уже на стартфинчатой прямой в начале третьего круга. В первом повороте я смог с ним поравняться, бок о бок мы начинаем проходить второй и третий поворот, но по итогу я смог вырвать эту позицию у него, и теперь мне надо было догнать предыдущую группу, ведь двух Рейсинг Пойнт и одной Альфа Ромео. В принципе это мне удается под конец третьего круга, поскольку G12 начинает сильно задавать на своем софте, походу он очень сильно уже его износил, поэтому его темп достаточно сильно и упал, поэтому из первой десятки он даже отвалился. Хотя вот самое интересное то, что он смог пройти в третий сегмент, чего не смог сделать Себастьян Феттель на Рэдбуле. Достаточно интересно то, что вот Феттель не смог это сделать, но вот почему G12 смог. Но ладно, все по итогу поставило свои места и Феттель теперь начинает потихоньку прорваться дальше в топ-десятку. В принципе он уже в конце первой десятки. Но вернемся к борьбе с G12, которую прохожу без проблем по окончанию прямой на торможении, и теперь нужно было догнать Переса, который в свое время успел догнать даже впереди идущую группу в виде Феттеля, Албана и Рикьярда. И причем Албан почему-то не мог пройти Рикьярда, что для меня было достаточно интересным моментом, поскольку для болида Торроса не должно быть какой-то прям большой проблемы опередить болид Рено. Даже на изношенном софте. Я думаю Албан должен был это сделать без каких-либо проблем, но по итогу, что мы видим, то что Рикьярда сдерживает Албана. Ну, окей, ладно. Собственно, с Албаном я разобрался в достаточно интересном повороте именно в Шпильке, и достаточно поздним торможением влетел, слава богу, не в него, но в поворот. По итогу пролетел, по сути, даже поворот, но по итогу, да, позицию я себе все-таки смог отобрать. И уже к началу девятого круга я смог выйти на первую позицию, поскольку у лидеров начались первые пидстопы, и нас ждет даже вторые пидстопы. Также не стоит забывать то, что посреди гонки нам объявили то, что у нас будет дождь, которого, мать его, не было в прогнозе погоды на гонку. И в этот момент гонка достаточно сильно для меня поменялась, поскольку я думаю, окей, нужно то по максимуму было ехать на медиуме, ну, поскольку начнется дождь, нужно будет прийти на промежуток и тому подобное. Но хер там плавал, мне инженер сказал то, что, ну, будь осторожнее на траектории, и она будет влажной, и поэтому на софте тебя может заносить. Я такой, окей, понял, принял то, что мы будем просто ехать на софте в этом дожде. По итогу, к семнадцатому кругу я делаю свой пидстоп, первый и единственный. И в этот момент также этот пидстоп делает для себя и Гасли. То есть я на своем медиуме смог пересидеть спокойно человека, который, по сути, ехал на стратегиях в двух пидстопах и должен был иметь преимущество надо мной, поскольку у него был свежий комплект медиума в тот момент, когда у меня был уже достаточно подизношен. Но, в принципе, износ был достаточно мелкий. На двадцать четвертом круге дождь все-таки закончился, и я потихоньку начинал набирать темп. Но вот Сайенс с Леклером как-то начинали набирать этот темп еще во время дождя, и гнали они, будто у них этого дождя совсем не было, у них было 100% сцепление с дорогой, нежели как у меня. И без проблем меня Сайенс догнал, да и начал спокойно атаковать. Да, у него свежий медиум, но и у меня не старый хард. Конечно, да, все-таки медиум намного лучше здесь, чем хард, но все-таки разница в темпе была просто колоссальная. И по итогу Сайенс мы боремся-боремся, и уже Кликлер к нам подъехал к концу гонки. И тут я уже начинаю понимать то, что моя первая позиция под угрозой, поскольку, ладно, был Сайенс один, но теперь это еще и Леклер, который поставил самый быстрый круг. И под конец гонки вы увидите, что это был за круг примерно по времени, и немножко офигеет, как, в принципе, я офигел, потому что до ближайшего круга по типу Леклера было почти секунда с чем-то. И Леклер просто гнал на все, так сказать, деньги. Ну и что же, от Сайенс я более-менее отбился, Леклер смог обойти Сайенса, после чего начал меня уже атаковать, и по итогу на 30-м круге, на второй своей попытке, он провалился снова в атаке, и по итогу Сайенс уже смог занять третью позицию. Плюс я немного оторвался даже на последней круге, и по итогу я думаю, ну все, теперь я смогу спокойно финишировать, но хрен там, я промахиваюсь на торможении после прямой, и по итогу Сайенс вырывается вперед. И это для меня было проблемой, поскольку у него был медиум, у меня хард, и как-то с этой ситуацией надо было милиться. Ну и что же, я предпринимаю, а именно, атаку, которую Сайенс сам мне дает провести, поскольку он просто смещается зачем-то на внутреннюю траекторию, и оставляет мне открытую калитку. Ну, окей, спасибо Сайенс, возьму это первое место себе, пожалуй. Ну, и что же, первое место, а также, титул чемпиона мира. Еще в Сингапуре я оформляю его за 6 этапов до конца сезона, впервые у меня так получается, но стоит отметить, почему так получилось. А именно то, что у Торо Россо все время были какие-то проблемы, у них были проблемы с ДВС, Албан тоже сходил 3-4 раза по причине проблемы с ДВС, у Леклера были проблемы с ДВС, ну и да, там он еще пару раз стенки собирал, но не суть. И по итогу еще раз. Булы начинали потихоньку выигрывать гонки. Ну, и самый главный факт того, что я все-таки заработал столько очков, то, что самая моя плохая позиция финишная была в Китае, и это было четвертое место. Я во всех этапах был на подиуме, и из-за этого я набрал просто большое количество очков по отношению к своим оппонентам, которые иногда приезжали в конце первой десятки, иногда вообще не приезжали. Также еще у нас менялись иногда люди на подиуме, Мерседес иногда заезжал в начале сезона на подиумы. Также Гасли сейчас начал очень хорошо ехать, из-за чего также результаты поменялись. Но расслабляться опять же рано, у нас еще впереди борьба за кубок конструкторов. Да, мы лидируем на 111 очков после этого этапа, но все-таки все может поменяться мгновенно, и мы можем его проиграть. Поскольку, да, у нас преимущество в два почти с половиной этапа, но опять же уже в сотый раз говорю, все может поменяться. Ну а пока празднуем титул, который был добыт очень и очень рано. Ну, в принципе, так сказать, повезло мне. Ну и, собственно, да, вот Леклер поставил время минуты 38,5. И, да, я сейчас заметил то, что у Албана, в принципе, на четыре десятки времени было медленнее, но при этом окей, он его поставил где-то в середине гонки. А вот Леклер всю оставшуюся гонку примерно гнал минуты 39. Ну или даже минуты 38, чем-то, блин, 39. Собственно, стратегия, конечно, на гонку оказалась выигрышная у Сайенса и Леклера. Это было два медиума и один софт. Почему-то у Гасли стратегия была софт-медиум-хард. Хотя я думал, что у него тоже будет медиум. И за счет медиума он мог прорваться все-таки на подиум, но, к сожалению, не в этот раз. Собственно, по соперничному мы продолжаем выигрывать, копим ресурсы дальше и я начинаю потихоньку уже вкачивать шасси, поскольку шасси у нас в данный момент небольшие проблемы. И надо что-то делать еще с износом. Хотелось бы все-таки уменьшить этот показатель в данный момент. Также про двигатель, я думал, может, стоит, не стоит заказать мощность, но решил то, что, ладно, шасси важнее, нужно, так сказать, иметь баланс в машине, а не вкладывать все в одно корзину. Собственно, с аэрдинамик мы уже закончили, поскольку вышел новый регламент на следующий сезон, и поэтому качать сейчас лишний раз какую-то деталь не стоит, потому что ее нужно будет адаптировать сразу. На этом все, ребят, с вами был Warhammer, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте про розыгрыш ВКонтакте, ссылка на него в описании. И до скорых встреч, пока-пока и удачи вам!